смотрите я еще раз хочу просто вернуться к началу урока почему важно понять вот миссиология до помните самая главная миссия это мы учимся мы учимся на примерах других людей как они делали свою работу правильно и мы вначале говорили о том что вот в начале 1 2 дня что произошло изменение в работе миссии до в работе этих миссий и они начали делать определенные вещи первое они начали переводить писание на понятный язык людям то есть писание стало доступно понимаете да это очень важно потом они начали привлекать евреев верующих в миссию то это тоже немаловажный фактор в этом в успехах этих этих миссий и смотрите мы подходим к тому что когда верующие собираются да вот как бы еврейская мысль вы знаете да один еврей это кто это одно мнение хорошо два еврея это это три мнения это три мнения а три еврея это и так это струнный квартет но эта шутка но на самом деле евреи как бы созданные они они как бы созданным есть такое выражение что знаете вот три еврея парижская коммуна 10 евреев они могут быть синагогой до 10 человек это миньян то есть молитвенный миньян 10 человек уже могут составить синагогу и вот когда евреи приходили в эти магазины да вот миссия минутной мы видим ее пример они начали эту миссию они начали распространять богу и весть люди приходили в магазин я буду рассказывать вам историю ну наши одессы потому что она мне близка люди приходили в этот магазин я был розенберг гурланд гурлан умер 1905 году и розенберг продолжил это дело вот представьте приходят люди они начинают веровать и что начинает происходить они конечно начинают иметь общение между собой и постепенно вырастает и уже 10 человек они начинают говорить а почему мы не можем создать общину на же 10 человек давайте мы сделаем синагогу они конечно решили сделать общину не начали собираться на библейские уроки не начали общаться между собой и вы знаете в одессе постепенно появилась большая ну как не то что большая появилась еврейская христианская община она была зарегистрирована и об этом вы можете прочитать в этой книге которая называется жизнь лишь одна биография леона розенберга здесь биография его жизни как он как он родился как он веровал как он его сужение в одессе потом он был в воде в польше потом он начал миссию в америке после второй мировой войны в израиле то есть это действительно жизнь очень интересного человека и его служение повлияло на жизни многих людей и я буду сегодня тоже рассказывать уже на третьем уроке у некоторых его учениках которые изменили опять же целые страны не побоюсь опять этого слова итак смотрите что происходило то есть евреи начинали читать священное писание на понятном их языке они начали иметь общение начали появляться конгрегации появляться общины и вы помните что мы говорили что если евреи принимали христа не переставали как бы считаться евреями но люди которые были в этих миссиях они начали понимать вот уилкинсон он дал розенбергу такую свободу розенберг мог как бы скажем изменять сложившиеся такое как бы течение вещей и как вы думаете что они начали использовать вообще в жизни в проповеди точно они начали использовать еврейские праздники потому что если мы посмотрим еврейские праздники это праздники господни которые были даны израилю и потом розенберг проповедовал например на основании субботний главторы то есть евреи приходившие в это собрание они видели что ну вроде бы то же самое говорят там у нас глава азину и здесь говорят о том же самом но раскрывает вешуа в иисусе то есть получается что приходит полнота и так же само с праздниками праздники это что есть тень будущего грядущего используя праздники господни еврейские праздники приходил момент ну как бы показывали миссию и вот смотрите еврейские праздники а также традиционные праздники и христианские праздники отмечались в миссионерских центрах как очень естественное выражение личности то есть и в целях сохранения еврейской жизни наследия и ценностей докладах миссии рассказывается о том то есть вы должны понять что было много уже миссии не только миссия милдмей было было миссии было более 16 миссии и они были в разных странах европы франция бельгия великобритания сша ну то есть во в тех местах где были евреи они старались отправить миссионеров которых была миссия донести еврейского миссию и они проводили смотрите и в миссионерские вот докладах миссии рассказывается о том как миссионеры и верующие отмечали события еврейского календаря миссионерские труды изобилиют размышлениями о христианском значении всех аспектов еврейской жизни и традиции то есть понимаете идея то есть песок это исход из рабства в египте но это также самый исход из рабства греха как когда-то моисей вывел израиль из египта и шо вывел нас из египта смерти в жизнь вечную понимаете то есть прообразы они показывали исполнение пророческая праздников в миссии и шо и я хочу вам зачитать 1931 год кишинев это тоже миссия милдмей и была такая тридцать первый год уилкинсон но уже не не его сын самуэль самуэль уилконсон приехал в кишинев в то время в городе находился русский профессор марцинковский который работал в эфире то есть вместе с авербахом авербах это еврей который мы принял господа здесь в одессе и в будущем он был миссионером миссии милдмей он закончил определенную школу и в буду и в семнадцатом году он был послан в кишинев и когда началась революция границы были закрыты он остался в молдавии но там уже румыния тогда было и я вам хочу сказать помните я говорил что евреи влияли на целые страны так вот авербух был одним из начинателей баптистского движения в молдавии то есть он был одним из тех кто начинал служение баптистских церквей молдавии и если вы зайдете на сайт молдав кишиневской церкви вифиль вы можете об этом прочитать они об этом конкретно говорят смотрите дальше итак на собрании они оба зачитывали на иврите отрывки из библии которые принадлежали прежде рабе рабиновичу это была библия упоминается и в тридцать шестом году при описании собрание который состоялся после праздника ем кипур на суккот и мы знаем этот праздник как симхат тура на собрании значит об вербах охарактеризовал симхат тару праздник тары не как день календаря а как неприходящее переживание еврея верующего вешуа мессию большая группа поющих детей прошла через зал пение детей сопровождалась музыкой а в руках у них были такие же флажки которые обычно держат еврейские дети во время празднования симхат тара с той лишь разницей что по словам авербаха на этих флажках было написано имя иисуса далее авербах рассказывает во главе процессии шел маленький мальчик моисей у него с библию в очень красивом кожаном переплете которая прежде принадлежала на непокойному йосифу рабиновичу на вложке библии большими методическими буквами были написаны слова твей хакудеш священное писание и твей хакудеш на писать святые писания почему это очень интересный момент мы можем увидеть что еврейские миссии до которые создавали еврейские собрания они стремились сохранить еврейский образ жизни еврейское вот это то что привлекало евреев потому что для евреев родиться ну как бы вы понимаете что есть такое понятие культурологический шок кто-то слышал о таком культурологический шок например вы приезжаете в другую страну да и вы ну как бы вы просто теряетесь потому что все по-другому все не так как вы привыкли и получается что и очень часто это приводит к тому что люди замыкаются что они начинают сопротивляться всему новому потому что они привыкли жить в старом и вот что делали миссионеры они показывали не просто что праздники они используют для того чтобы они показывали что то что вот есть в жизни евреев она является продолжением и ешуа он просто раскрывает вот эту полноту и мне нужно изменяться становиться кем-то другим они могут остановаться самими собой находить себя в своей новой вере находить себя в вере в еврейского мессию такими какие они есть на самом деле понимаете то есть приходила полнота полнота и еврейские праздники использовали для этого их использовали для того чтобы проповедовать евангелие и христианские праздники тоже использовали. Вот, знаете, Рождество. Очень много идет споров о Рождестве. Кто в канун Рождества читает ленту Фейсбука? Рождество – языческий праздник. Рождество – то-то-то. Мессианские евреи не празднуют Рождество. Новый год – это уже потом. Это уже обрезание. Вы просто не следите за ней. Но вы знаете, что очень интересно? Чем меня привлекало? Те же мессианские группы использовали Рождество как возможность проповедовать евреям о рождении еврейского Мессии. Они говорили, это еврейское Рождество. Кто родился? Еврейский Мессия, царь Иудейский. А кто праздновал вот это Рождество? Вообще первые, кто праздновал Рождество? Еврейский Папа и Мама, то есть Иосиф и Мария. А неизвестно, когда это было. Но это было. Вот в чем идея. Идея, мы празднуем не день, а мы празднуем факт. Это произошло. И если у нас есть возможность два раза об этом говорить, давайте поговорим об этом два раза. Почему людям не напомнить, что произошло великое событие? Потому что в нашей культуре это принято. И евреи, живущие в этой культуре, понимают, что это принято. И мы можем показать им то, что уже для них привычно и далеко. Мы можем раскрыть полноту. Еврейский Мессия. Что говорил Ангелу Небесный? Кто родился? Кто родился? Сын Давида. Да? Сын Давида. Представьте себе. Рождество. Для евреев, которых на это Рождество били, и которые воспринимали Рождество негативно, вдруг становилось для них временем ожидания новой надежды. Потому что родился Мессия, который изменит существующий порядок вещей. Понимаете? То есть они брали эти праздники и использовали их как возможность донести благую весть Ишуа. Они брали то, что изменяло жизнь людей. Понимаете? Сама идея миссии. Вот. Вот миссия антропология. Люди использовали знания, обычаи, значения для того, чтобы донести благую весть. Чтобы люди легко ее принимали. Понимаете? И поэтому, когда мне говорят, а должны ли мы вообще, зачем нам эти все вот эти еврейские штучки? Ну, они нам нужны. Вот, Евангелие. Это самое главное. Да. Это правда. Благая весть Иисуса, Ишуа Мессии. Это правильно. Это главное. Но как вы ее преподнесете? Как вы ее преподадите? Ну, дадите. Знаете, можно покушать, приготовить, вот так взять еду. вкусную еду, красивую. Покушайте там торт, смешать с колбасой, с холодцом. Вкусно же, но я же приготовил вам. Ну, давайте. А можно просто разложить красиво на тарелочке и преподнести. И люди будут, что? Благодарны вам. Правильно? Не, ну, конечно, если вы сильно голодны, вы это съедите, я не спорю. Но вы понимаете, что очень важно, как мы преподносим Евангелие. Иногда мы так преподносим Евангелие, что люди при нашем появлении переходят на другую сторону дороги. Понимаете, да? Хорошо. И теперь давайте поговорим немножко мы немножко поговорим о контекстуализации. Контекстуализация. Контекстуализация. Когда я применяю это слово, то подразумеваю конкретный способ, с помощью которого мы, христиане, верующие в Мессию, делимся благой вестью. Констектуализация. Контекст. Это приспособление моей проповеди Евангелия без изменения сути Евангелия. Вот вам тема. Это приспособление проповеди Евангелия без изменения сути Евангелия. Это приспособление моей проповеди Евангелия без изменения сути Евангелия. Смотри, само вот это слово подразумевает контекст, культуру и обстоятельства группы людей, до которой мы пытаемся что-то донести. вот это праздники, о которых я сейчас и говорил. Вот помните, вначале я вам говорил, не бойтесь терминов. Когда вы поймете, что стоит за этими терминами, вы поймете все, что очень-все очень просто. Контекст. Культура и обстоятельства. Рождество для евреев враждебный христианский праздник. Но мы можем взять Рождество и показать евреям его как рождение еврейского мессии. Понимаете? И для этого что нужно? Для этого мы должны чему-то научиться. И поэтому эти группы, эти миссии, они начинали поднимать миссионеров, учить их. Знаете, мне кто-то говорил, а нам не нужно учиться, нам не нужны знания. Ну зачем это знание нам? Ну вот зачем? Все же просто. И, к сожалению, я видел, что проходило время, и эти люди были не очень успешны в своих делах. Потому что нужно, нужно, ну как бы, мы должны возрастать, мы должны расти в наших знаниях. Понимаете, да? Знания, помните, мы говорили о трех еврейских составных учениях. Мы учим, учимся, ну то есть читаем, потом мы вникаем в это, и потом мы это используем. Не знание ради знания, а знание ради действия и понимания, как эти знания использовать. Понимаете? Поэтому возникали школы, возникали библейские школы, семинарии, в которых обучали миссионеров для еврейских миссий. И в них преподавали евреи, верующие в миссию, преподавали неевреям, которые хотели это узнать, и евреям, которые хотели научиться как, ну, новым каким-то возможностям достижения еврейского народа. Помните, мы говорили про Хацана Тейлора, да, который вел себя как китаец, который хотел понять, как быть китайцем, чтобы достигнуть китайцев. Так же самое многие неевреи пытались понять, что мы они должны сделать, чтобы достигнуть евреев, потому что Бог вложил любовь к Израилю в их сердца. Вопросы сейчас есть? Хорошо. Ты знаешь, я не знаю, что он себе рисовал, но я знаю, что его поведение для китайцев было очень, очень, ну, они видели человека, который хочет войти в их культуру, и ты должен понять, что культура китайцев была закрыта. Они считали, что все другие народы варвары, и только они являются светочем цивилизации, и когда они видели варвара, который хотел стать, который хотел войти в их среду, они открывались для него. Понимаешь саму идею? Это называется уподобление. Есть крайность уподобления, конечно, без разговоров, ну, например, в нашей сейчас христианской среде есть неевреи, которые более евреи, чем сами евреи. понимаете? Ты его спрашиваешь, а ты хоть еврей? Он говорит, нет, но Тору надо исполнять. А когда ты его спрашиваешь, а что же такое исполнять Тору? Он говорит, ну, свинину кушать не надо. И ты понимаешь, что человек, ну, далек в своей крайности, потому что исполнять Тору это не кушать свинину, исполнять Тору это быть послушным Богу его по беяниям. Понимаете? А все остальное это уже то, что приваживается. Хорошо. Смотрите, многие, мы уже говорили о том, что многие евреи, верующие в Мессию, да, того периода оказали очень большое влияние на богословскую мысль того времени. Они переводили Новый Завет, Новый Завет на афганские языки, да, на афганский язык, на язык племен Пушту, они перевели книгу, ну, Щедровицкий, вы помните, да, епископ Шанхая, который называли епископом Китая, который перевел Новый Завет на язык мандарин и потом на японский язык, то есть, и таких верующих было много людей, то есть, они переводили Евангелие на языки других народов, то есть, и кроме того, они преподавали в своих, ну, в учебных заведениях, и это становилось большим благословением для многих других. Я вам сейчас зачитаю одну интересную историю. Вы знаете, что такое Эвент Цахар? Эвент Цахар – сияющий камень. Существует легенда о сияющем камне, который Ной положил в ковчег. В Бытие 6.16 сказано «И сделай отверстие в ковчеге, то есть, Цахар – отверстие, и в локоть сведи его». Раши, помните, кто такой Раши? Раби Шмойл Ицхак комментирует это место таким образом. Некоторые говорят, что Цахар – это окно, а некоторые говорят, что это драгоценный камень, который давал им свет. Согласно последнему мнению, Цахар не был отверстием или окном, как полагают большинство переводчиков священных писаний. Они считают, что это был блестящий люмисцентный камень, который освещал темный интерьер Ноевого ковчега. В еврейском толковании Эвен Цахар Ноевого ковчега символизирует божественное откровение, что делает его наиболее подходящим прозвищем для человека, который был ярким источником света Нового Завета для евреев. Итак, нашего героя звали Ихеэль Цви Иршенсон Иршенштейн. Ихеэль Цви Цви Олень Иршензон Иршенштейн. И это был не тот раб Иршенштейн, если вы помните, я вам когда-то рассказывал, из Тапиозела в Венгрии, который открыто признал Иисуса Господом и Мессией Израиля, но он тоже был хасидским раввином, то есть он был хасидским раввином короткое время, и его знания в Талмуде, Медраше, Хасидуте, Хасидут это хасидский образ жизни, и еврейском мистицизме Каббале, ни в чем не уступали знаниям почтенного раби Ицхака. Линхенштейн родился в семье хасидов. Помните, кто такие хасиды, да? С фамилией Гершенсон Линхенштейн в 1831 году в Бессарабии, Молдавии. Согласно традиции, он с раннего детства изучал писание, а также Мишну и Агаду. Смотрите, очень интересный момент. Мы смеемся, и я правда не понимаю, чего. Олень так, зовут человека Цви, это олень, ребят. Ну, библейское имя Цви означает олень. Ну, оленьчик, цвигун, цвигун, олень. И заметьте, многие еврейские имена, они носят библейские. Например, Браун, да, вот этот, есть такой, медведь, Браун, медведь, коричневый, но медведь. Потом еврейские фамилии, например, Сандлер, это сапожник. А если мы возьмем Шнейрсон, не Шнейрсон, а Шнайр, это портной. То есть, понимаете, да? А Розенбаум, знаете, как переводится, да? Розовый куст, куст роз. Итак, нашего героя звали, как? Ехиэль, Цвигершенсон, Лихенштейн. Итак, смотрите, мы видим, что он изначально был воспитан в еврейской традиции и он был раввином. Это обучение хорошо послужило ему, когда в юном возрасте умер их близкий родственник в Ясах и согласно хасидской традиции он наследовал позицию раввина. У хасидов позиция раввина передавалась от отца к сыну. То есть, или от родственника к родственнику по наследству. То есть, их родственник умер и он стал раввином. Но бремя ответственности, которое выпало на Гершенсон Лихенштейна оказалось слишком велико для юноши. Он решил, что не достоин уважения хасидов, которые его окружали и не сможет исполнить их ожидания. Он оставил служение раввина и занялся учебой. В последующие годы его ученики в институте Иудаиким в Лейцевике называли его Рэбе, ссылаясь на его короткое пребывание в качестве хасидского раввина в Ясах. Примерно в то же время, когда он оставил свое служение Рэбе, он купил еврейское издание Нового Завета. Помните, да? Миссия Меуднея распространяла еврейский Новый Завет на языках, понятных этим людям. После чтения этой книги Гершенсон Лихенштейн поверил в мессианство Ишоа и убедил небольшой круг молодых людей присоединиться к нему. Они образовали небольшую группу, в которой тайно изучали Новый Завет и молились во имя Ишоа и Иисуса Христа. Ихель и его ученики не захотели присоединиться к официальным церквям, так как считали, что вера в Ишоа это единственный путь у веровавших евреев. То есть, понимаете, хасиды, они всегда искали, хасиды, да, они мистики. И они ищут, они искали, они ждут Мессию, они действительно ждут Мессию, они ищут его, они любят Бога. И вот его поиск через Новый Завет привел его к тому, что Ишоа и есть тот цадик, то есть тот святой, тот Машея, который должен прийти. И единственный путь еврея это что? Уверовать в Ишоа, который является путь истины и жизни. Смотрите дальше. Он совершил водное крещение в реке Пруд рядом с Яссой. Но все его попытки создать общину, как он видел, существовавшие во время первоапостольской церкви, где евреи, верующие в Иисуса, могли исповедовать свою веру в еврейском контексте, провалились. Почему? Вы помните, да, официальная церковь была против этого. И вот только вот эти небольшие мессия... Это Молдавия, Бессарабия, город Яссы, он до сих пор так и называется город Яссы. Итак, новые убеждения Линхенштейна, Гершензона привели его к конфликту не только в еврейской общине, но и среди христиан. Его отлучили от синагоги и изгнали из церкви, и изгнали из города. Понимаете? То есть он пришел к христианам, говорит, я еврей, верующий в Христа, ему говорят, до свидания. Смотрите, новые убеждения... Знаете, есть такое понятие многоуровневый роман. То есть существует роман, есть основная канва, и есть несколько таких сюжетов. Два, три сюжета, они идут параллельно, могут пересекаться. Ну, вы встречали такие романы, да? Ну, например, «Унесенные ветром». Это многоуровневый роман. То есть там история девушки, но параллельно еще идет история Соединенных Штатов, война за юго, история любви, и оно все между собой вот так переплетено. И вот, смотрите, в нашей истории Эвен Цахар и Хельгер, Шинсон и Хинштейн оказал влияние на мессианское движение, на Теодора Герцеля мессианского движения. Если вы помните по прошлому году, Теодор Герцель это человек, который основал сионизм. Помните, да? Отец-основатель сионизма. Движение евреев, возвращение на Сион. А именно Давида Рабиновича. Мы уже сегодня слышали это имя. Давид Рабинович. Кто такой Давид Рабинович? Давид Рабинович это был тоже внук раввина. Он не был раввином. Он был известным предпринимателем, известным культурным деятелем в Кишиневе. И он уверовал в Ешуа. И он организовал первую в истории современной истории мессианскую общину, которую приняло государство. Это было 1800-е года. То есть до этого такого не было. То есть были какие-то негласные группы, которые собирались, но именно он получил разрешение государственной церкви. Вы помните, что в Российской империи церковь гнала таких людей и запрещала проповедь Евангелия. Он был первым человеком, кому государство разрешило организовать общину евреев, верующих в Христа. Нет, не в девятом. Я скажу, какой вам год попозже. Да. Да, Давиду Рабиновичу. И община называлась община израильтян Нового Завета. То есть они были родственниками. Ехиэль был женат на старшей сестре Давида Рабиновича. И молодые люди имели близкие семейные отношения. Именно Ехиэль подарил Давиду Рабиновичу Новый Завет, чтение которого изменило жизнь Рабиновича, а вместе с ним целое поколение евреев. То есть посмотрите, как все было переплетено. Человек, ищущий Христа, ищущий Мессию, ищущий Бога, ищущий Его повеление, он находит, разочаровывается в чем-то, в том, что он, понимаете, он стал раввином. То есть стремление многих еврейских юношей. Но когда он стал раввином, он понял, что он просто не дотягивает до уровня раввина. Он оставляет его, и он встречает этот Новый, он находит Новый Завет. Он читает его, он встречает Мессию, Петр, что делает? Андрей, когда находит Христа, что он делает? Он идет к брату и говорит, я нашел Мессию, о котором говорят Писания и пророки. Помните? То же самое и он. Вот этот Ринхенштейн, Гершензон, он был, у него был, он был женат на старшей сестре Рабиновича. И когда он уверовал в Мессию, что он начал делать? Он начал делиться своим, своим, своей верой. Что происходит? Давид Рабинович, он начал, увлекся, ну, как бы, он разочаровался в религии, он разочаровался в иудаизме, и он уехал, он, было такое общество Паулей Цион, да, и они решили устроить в Палестине, ну, такое, как бы, называется, не кибуц, сельскохозяйственное, какое-то такое поселение, в котором евреи могли бы просто жить, как евреи, где их не будут гнать, где не будут никаких погромов, он приехал в Палестину, потому что тогда Израиль назывался Палестиной, он приехал туда, и он увидел полное разочарование и крак своих идей, и на горе, и он поднялся на Масленичную гору, и вот этот Новый Завет, который ему подарил его зять, тесть, тесть, или как, свояк, свояк, получается, подарил ему его свояк, он начал его читать, и там ему явился Ишуа, и вот так, он читал, и вдруг он увидел Ишуа, и он понял, что ключ от Святой земли находится у нашего брата Ишуа, и он, ну, как бы движение Рабиновича, оно и говорил, он говорил о Ишуа, как Ишуа, Ахину, Ишуа наш брат, помните в Писании, что Ишуа, он первенец из мертвых, да, и мы его братья, он не стыдится называть нас братьями, и они говорили, что Мессия Израиля, вот, и благодаря этому Гершинзону Давид Рабинович, Давид Рабинович уверовал, благодаря Давиду Рабиновичу, уверовало множество других людей, благодаря этим людям уверовал тот же Розенберг, благодаря Розенбергу уверовал Городич, Смоллер, и другие кучи имен, которые в дальнейшем стали миссионерами, служителями Нового Завета в других городах, где они поднимали общины, где они поднимали служение, где они проповедовали Евангелие, вы посмотрите, как оно все, вот многоуровневый роман, роман, один человек, история одного человека, из него вытекает целое повествование, и сегодня вы сидите здесь, благодаря тому, что вот этот Гершинзон читал Новый Завет, потому что когда-то этот Уилкинсон решил создать миссию и распространять Новый Завет на языке понятным евреям, посмотрите, как все запутано вроде, но ты посмотришь на эту картинку издалека и скажешь, вау, Господи, как велики твои помыслы, как велики твои вот эти связи, кто бы мог подумать, что этот Новый Завет приведет вас на это место, потому что мы являемся потомками тех людей, которые когда-то начинали это движение, понимаете, мы являемся продолжением этого движения, мы являемся теми, кто будет дальше его вести, пока мисс не наступит время, когда, что мы сделаем? Баруха, Баба, Шем Адунай, пока мисс весь Израиль не уверует и не придет Машеях, не придет Христос, Иисус, которого мы любим и ждем. Это очень важно. Теперь не страшно вам понять, я многоуровневый роман, и вы понимаете, как интересно переплетаются вот эти все нити. Все нормально, Маша? Ты поняла или не поняла? Если есть вопросы, не стесняйся, все нормально. Хорошо. Смотрите. По сельскохозяйственному? Хорошо. Буду говорить вам по сельскохозяйственному. Вы понимаете, что я сейчас делаю? Я специально вам даю такие термины для того, чтобы вы немножко взбудоражились. Когда я буду вам говорить такими простыми, вы начинаете потихонечку засыпать. А когда я начинаю вам говорить контекстуализацию, я смотрю, оп, вы уже просыпаетесь и начинаете смотреть таким испуганным взглядом на меня. Все нормально. Есть контакт. Еще раз. Это приспособление моей проповеди без изменения его сути. Понимаете, да? Хорошо. Но этого не будет в тесте. В тесте будут вопросы. Интересные вопросы. Смотрите. Гершензон Вихенштейн был великим ученым. Он написал многочисленные еврейские книги, в том числе комментарии к Новому Завету Франца Дилича. Они отличались от многочисленных комментариев тех времен и особо ценимы для нас, мессианских верующих нашего времени, так как в них он раскрывал еврейство и истинность Нового Завета в свете богатой еврейской традиции, используя в качестве аргументов Мишну и традиционные источники иудаизма. И один из студентов, датский студент Иринеев по именам этих норвежцев Фу Орхольд однажды заметил, он был чужой среди немецких христиан и был бы дома в апостольские времена и в апостольской церкви. Он жил в трудах закона и пророков и буквально размышлял о словах Господа днем и ночью. Знаете, я вот размышляю вот я вот сейчас вам рассказываю это все и размышляю что же я хочу вам сказать какова цель помните моя цель какая вдохновить вас моя цель это просто дать вам и дать практику посмотрите вот кажется вот я вам рассказал историю вот этого Искорию Линхенштейна да который ну это же практическая история на самом деле скажите мне кто делится благой вестью с ближним а честно сейчас правильно со временем мы забываем об этом если вы будете вы знаете перед Богом мы всегда будем ну мы не сможем прикрываться какими-то вещами вспомните когда вы уверовали как вы проповедовали людям вы были готовы проповедовать везде в машине в троллейбусе в поезде соседям друзьям всем кому угодно но прошло время и ты уже смотришь очень хорошо очень хорошо ты сказал смотрите не обидеть кого-либо то есть наша проповедь получается обижает людей а почему правильно правильно потому что знание знание как это делали другие мы можем проповедовать знаете когда-то я вот у меня осталось пять минут я вам я вам расскажу историю Константина Косичкова Константин Косичков это известный исполнитель христианских песен была такая группа когда я покаялся в девяносто восьмом году была такая популярная группа Масада называлась Масада Масада это крепость в которой сидели точно Сада в Масаде у вас была еврейская мысль и вам об этом рассказывали и вот Константин Косичков уверовал в Господа и что происходит Константин начинает проповедовать он заходит в лифт с ним кто-то садится в лифт и пока человек не покается лифт ездит с первого на девятый каждое утро в шесть утра он выходит на балкон он выходит на балкон и и начинает кричать люди доброе утро Иисус любит вас вам нужно покаяться шесть утра Мама говорит Косенька что с тобой случилось ты же был такой хороший мальчик играл на гитаре пел песенки посмотри что ты что случилось какая секта тебя это Кося смотрит на маму и говорит во имя Иисуса выйди вон сатана из моей мамы мама Иисус тебя любит я тебя тоже люблю но сатана вон отсюда в общем понимаете прошло три года Кося учился в библейском институте молился смотрел на жизнь других людей изучал почему надо знать изучал какие-то вещи и вдруг он понял что он творил он так проповедовал Евангелие что соседи этого дома родная мама не хотят верить в того Иисуса в которого верит Косенька понимаете он приехал домой и пошел по квартирам просить прощения он приходил к людям и говорит простите меня пожалуйста и знаете так нет самое интересное что нет люди наоборот говорили мы просто думали что ты сошел с ума но сейчас мы видим ты нормальный человек у тебя хорошая семья у тебя хорошее отношение в семье действительно Иисус такой может изменить тебя изменил тебя он говорит да и так потихонечку он начал проповедовать понимаете саму идею культурология правильная проповедь миссия миссиология знания правильных методов это нужно знать понимаете меня и поэтому эти люди о которых я сейчас вам рассказываю они были имели четкую узконаправленность помните вначале я говорил еврейская мессианская община мы призваны к еврейскому народу мы призваны нести благую весь ешо евреям и если есть не евреи которые будут принимать ее конечно мы тоже будем ее делиться но наше четкое направление это еврейский народ почему потому что есть другие церкви есть другие общины которые занимаются проповедью евангелия другим людям да есть это хорошая церковь это наши братья но если мы сегодня здесь и бог призывает у нас есть миссия наша миссия нести евангелие цель евреи вот если мы это не будем культивировать если мы не будем возгорать в этом если не будем изучать это если мы не будем искать возможности донесения Евангелия, должен быть возникнуть вопрос. Я на правильном ли я месте? Не живу ли я жизнью другого человека? Знаете, это важно. Потому что надо состояться каждому как личности. Может быть, ваше призвание будет ехать в Африку. И вы будете успешны. Как Беккер. Хайди Беккер, которая начала множество церквей и спасла множество людей там, в Африке. Я не знаю. Понимаете? Может быть, вы призваны как Махненко идти сиротом служить. Идите служите. А может, вы призваны глухонемы. Делайте это. Но делайте это зная, что это ваша миссия. Потому что миссия требует от вас посвящения. Это не просто так. Я сегодня делаю, а завтра не делаю. Сегодня хочу, а завтра перехочу. Миссия говорит о том, что я беру ответственность за то, что я делаю. И если я призван к евреям, я буду нести Евангелие евреям. Но поверьте мне, когда вы начинаете служить евреям, вы сразу начинаете служить неевреям. Писание говорит, за полу одного хватится десять. Так? Это правда. Поверьте, даже двенадцать. Потому что у каждого еврейского человека есть куча нееврейских родственников и соседей. Это правда. Знаете, и поэтому очень важно миссиология, знаете, вот я вот размышлял, это видение в миссиологии. Потому что если на самом деле я бы начал вас учить миссиологии, как она есть, вот, учебник миссиологии, это довольно ну, емкий труд. Потому что здесь есть библейский, исторический, культурный, стратегический аспект. И каждый аспект разбирается. Библейский. Почему мы это делаем, на каком основании исторический, то есть история миссии, кто это делал, каким образом, культурный, какой культуре, каким образом, какая, ну, понимаете, да, стратегически, как мы это будем делать. Вот, например, простая стратегия. Уилкинсон увидел нужду в чем? В писаниях на еврейском языке. Его была стратегия приехать в страну, начать этот магазин, да, и через это начинать проповедовать Евангелие. И это принесло повод. Это принесло результат. Понимаете? И в каждой стране существует своя стратегия. И мы могли бы разобрать вот это. Но я понимаю, что за три дня мы не сможем это сделать. Понимаете меня? Потому что я в четверг. Четверг последний день. А завтра молитвенное служение. А пятница у вас выходной. Шаббат. И как еврейская мессианская община, еврейский, библейский, мессианский институт, вы можете дома зажечь свечи и приобщиться к еврейской культуре. Понимаете меня. Или хотя бы понять, что же там происходит. у нас перерыв. Пятнадцать мирид. Пятнадцать Субтитры создавал DimaTorzok